Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Бесплатный Репетитор. И по вашим заявкам мы продолжаем данный наиважнейший плейлист. Золотой плейлист с нуля до уровня proficiency, до самого высшего уровня. И для вашего удобства как раз я добавляю все видео в плейлист, который так и называется. Бесплатный Репетитор. Друзья мои, действительно, я поражен вашим трудолюбием, усердием. Действительно, друзья мои, вы просто огромные трудолюбцы, потому что так старательно занимаетесь, делаете упражнения. Значит, как я вижу, по возможности все получается. Возможно, есть какие-то, может быть, неточности, недоработки, друзья мои. Но все это легко устранимо. Главное многократное повторение, практика. И все это встанет на свои места, друзья мои. Действительно, это просто потрясающе. Значит, действительно, мы с вами записываем именно эти видеоуроки в режиме интенсива. Тут не совсем просто, то есть не совсем просто, но в то же время и не слишком сложно. Я думаю, действительно, это, на самом деле, оптимальная сложность. Оптимальная сложность для всех, друзья мои. Итак, действительно, значит, огромные трудолюбцы. Мы с вами продолжаем. И у нас также были вопросы по поводу нумерации. Здесь для вашего удобства именно нумерация подряд. И 1, 2, 3 и так далее. То есть урок 1 – это теория, совмещенная с практикой, а 2 – чистая практика и так далее. Чтобы не путаться, то есть идет именно вот такая нумерация. Итак, друзья мои, давайте разбирать далее новый материал. Новые слова, новые фразы и поражения, как мы любим. Итак, значит, скажем. Я делаю это. Значит, вообще глагол «делать» мы с вами по умолчанию используем «д». Это «делать». Также мы с вами разбираем время, которое в английском языке называется «present simple». То есть пока мы с вами говорим про это время. Present simple – это основное время в английском языке, я бы сказал бы. Present simple. В первую очередь нужно научиться пользоваться именно этим временем. Present simple. То есть это то, что происходит не в данный только момент времени, а вообще. То есть периодически. Например, скажем. Я делаю это. Это будет «I do it». Просто «I do it». Видите, действительно, у нас с вами только один правильный вариант перевода. Так все задумано. Потому что если бы мы хотели бы сказать «я делаю это именно только в настоящий момент», это было бы другое время. Мы бы по-другому сказали. Мы с вами это далее будем проходить. А пока мы просто используем, тренируем это время. Поэтому как раз я уточняю для вас. Present simple. Я тебе present – настоящее, simple – простое. Present simple. Еще иногда называют не просто present simple, а present simple tense. Tense – это время. Настоящее – простое время. Present simple tense. Итак, «I do it». Я делаю это. Давайте посложнее скажем предложение, чтобы было не все просто. И действительно были вопросы. Смотрите, если просто «это», мы по умолчанию используем «ит». Это «это». Если, например, «этот», «это», «это что-то», тогда мы используем «this». То есть, после «this» идет какое-то слово. Например, видите, «this» – это видео. «This» – видео. «This» – видео. Здесь «this». То есть, «это что-то» – это «this». По умолчанию просто «это» – «ит». То есть, были вопросы, друзья мои, в комментариях. Видите, этот урок. «This lesson» и так далее. Значит, спасибо вам огромное тем, кто поясняет. Также в комментариях, друзья мои, действительно, в первую очередь, я просмотрю именно комментарии к первому уроку. Просто так вот проще посмотреть. Все так ориентируюсь на количество лайков, которые вы ставите. И на востребованность данного курса смотрю по первому уроку. И также вот как раз видел то, что были вопросы, поэтому отвечаю. Спасибо всем тем, кто разъясняет также все в комментариях и дает рекомендации. И, друзья мои, действительно, также пишите еще о ваших результатах. Это всем интересно, о вашем опыте, о ваших результатах. И также большие молодцы, кто пишет уже на английском языке. Например, «I understand». Или, например, «I understand this lesson». Или просто на русском хотя бы для начала. Итак, далее, скажем посложнее. «Я делаю это хорошо». «Я делаю» «I do» «Это» «it» «Хорошо» «Хорошо» будет «well». «Well» Получается «I do it well». Далее. Скажем «Я делаю это очень хорошо». «Я делаю это». «Я делаю это». «I do it» «Очень хорошо». «Очень хорошо». Вспоминаем из предыдущих уроков «очень хорошо». «Very well». «I do it very well». «Я делаю это каждый день». «Я делаю это». «Я делаю это». «I do it» «Каждый день». Вспоминаем. «Every day». «I do it every day». Да, также еще вспомнилось. Как раз некоторые комментарии спрашивают, как часто будут уроки? Раз в два дня или, например, раз в три дня. Друзья, моя цель – записать курс как можно скорее, как можно более интенсивнее. Просто я говорю, я не всегда нахожусь в городе или какие-то дела еще отвлекают. Но, друзья, возможно, мы сами запишем в режиме интенсива. И вот такой совет как раз для меня проще. Не когда там учь, наверное, по 20 минут в день, а вот целиком погрузиться. Вот целиком, например, заниматься записанием курса. И я вижу результат. То есть нужно именно в режиме интенсива. Вот мне проще преподавать, я тоже занимался в режиме интенсива. Вам советую тоже не по 10 минут, а именно в режиме интенсива. Можете, значит, просто занимайтесь. Не можете, как фон включаете этот плейлист, другие плейлисты. Именно в режиме интенсива, друзья мои. И также еще там были пожелания. Выложите список слов. Друзья мои, опять же, повторюсь, изучайте английский язык. По списку слов это крайне неэффективно. Самое важное, не сколько вы можете слов перевести. Это очень трудно, типа, их запомнить. Особенно там уже слова посложнее. А сколько вы предложений можете построить грамотно? И как вы себя уверенно чувствуете, делая это? Итак, действительно важно, чтобы у вас был прогресс. И одновременно, то есть у вас с легкостью вы занимались. Подобно плейлисту, чтобы не было в тягость. И, конечно же, в удовольствие. Итак, I do it every day. Итак, дорогие мои трудолюбцы. Огромные трудолюбцы. Так, следующее предложение. Вспоминаем. Помните, у нас с вами было? Мне нравится этот урок. Мне нравится. I like. Этот урок. This lesson. Теперь скажем по-другому. Мне нравятся эти уроки. Значит, начало такое же. Мне нравится. I like. Эти. Сейчас мы с вами проходим слово эти. Это слово these. These. В чем разница? Значит, вы просили как-то выделять какие-то важные моменты. Здесь это произойдет как the. The. И долгий звук и. These. 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 А здесь краткий звук и и просто с. Смотрите. Сравним. This. These. Из. Еще раз. Видите. This. Тут просто и кратко и с. Получается. This. А здесь долгое и и з. These. These. Вы просто привыкайте, как звучат эти слова. Кажется, что сложно. Потом, я говорю, вы встретите this, не знаю, там, 10 тысяч раз. These. Вы встретите там 50 тысяч раз. И у вас уже даже через, не знаю, 50 раз уже должно быть уже гораздо проще. Уроки. Значит, мы с вами говорили, что по умолчанию для образования множественного числа добавляется s. И получается these lessons. These lessons. Значит, в чем преимущество видеть уроков такого формата, что вы видите, как звучат слова. То есть, обычно мы просто прошли lessons. Но это неправильно. Не lessons, а lessons. Lessons. Значит, здесь нужно привыкать именно к звучанию. Это как the. Но здесь, в принципе, как я лично занимался. Я просто много слушал и запоминал, как произносится. Есть также некоторые правила. Мы с вами дали их. Посмотрим. Но я вот, именно, мне помогло именно слушать много раз. И, само собой, запоминается. Видите? I like these lessons. Я просто делаю акцент, чтобы вы действительно говорили именно правильно. Чтобы тоже произношение было очень грамотное. I like these lessons. Далее, например, скажем. Мне нравится этот результат. Мне нравится. I like. Этот результат. Мне нравится. Эти результаты. Мне нравится. Эти. Эти. Результаты. Я вижу эту проблему. Я вижу эту проблему. Я вижу эту проблему. Далее скажем. Эти, these ошибки, mistakes. I see these mistakes. Present simple tense. I do it, this video, this lesson. I do it well. I see these problems. I see these mistakes. I see these mistakes. То есть, где у нас с вами звук «з», это всегда «this». В принципе, можно и подчеркнуть, как вы подумали «this», и здесь даже мы с вами указали. Итак, друзья мои, отлично. Далее скажем. Я вижу этого студента. Я вижу. Я вижу. I see этого, this student. 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 И так и будет. Student. I see this student. А как сказать «я вижу эту студентку?» Как вы скажете «я вижу эту студентку?» В английском языке «что студент», «что студентка» – это одно слово «student». Поэтому «я вижу этого студента» будет «I see this student». Я вижу эту студентку. Так же будет «I see this student». Здесь мы уже понимаем из контекста, что имеется в виду. Далее. Я вижу этих студентов. Я вижу. I see этих these students. Students. I see these students. Например, вы хотите сказать «я вижу своего учителя». Я вижу. I see своего, то есть моего. I see my teacher. Teacher – это, верно, учитель. I see my teacher. Вот вы сейчас видите вашего учителя и можете сказать или же написать. «Еще лучше тренировать», «память руки задействовать», написать «I see my teacher». Я вижу своего учителя. I see my teacher. То есть очень важно видеть эти примеры, что действительно они относились также к текущей ситуации, чтобы лучше запомнить. Давайте с вами скажем еще одно предложение с учителем. Я понимаю своего учителя. Я понимаю. Я понимаю. I understand. Своего учителя. My teacher. I understand my teacher. Далее скажем. Я знаю эту книгу. Я знаю. Я знаю. I… Как будет «знаю»? Вспомним или пройдем это слово «know». Пишется вот так. I know. I know. Видите, здесь нужно запомнить, что вот эта буква «к» не читается в начале, вот в этой комбинации, когда «к» и «н» – «know». Ну, опять же, здесь все из практики. Именно, видите, «know». «Ноу». Многие неправильные произносят запомнить «ноу». Также есть слово вот другое «ноу». Слово «ноу» – это слово «нет». Оно пишется по-другому. На слух то же самое. Что «ноу» – знать. Что «ноу» – нет. Опять же, нужно понимать из контекста. Нужно понимать из контекста. «I know». То есть, я знаю эту книгу, this book. I know this book. Я знаю эти книги. Я знаю. Я знаю эти книги. These books. I know these books. These books. И здесь сразу же возникает вопрос, как сказать, например, «я читаю книги». Я читаю книги. Значит, я мы с вами знаем. I читаю будет. Read. И книги будут. Books. I read books. Я читаю книги. Можно мне рассказать. Я читаю английские книги. Тогда мы скажем. I read. Английские книги. English. Books. I read English books. Или, например, можно сказать, я читаю каждый день. Я читаю. I read. Каждый день. Every day. I read. Every day. Далее скажем. Я понимаю эти уроки. Я понимаю. I understand эти уроки. These lessons. I understand these lessons. Далее. Ждать что-то новенькое будем использовать. Скажем. Мне нравится. Это упражнение. Мне нравится. Это конструкция. I like. Это. This. И проходим слово упражнение. Очень часто встречается, особенно в книжках разных. Это слово. Exercise. Эксисайз. Эксисайз. Давайте еще раз произнесем медленно. Эксисайз. 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 Упражнение. Как из exercises. Скажем, например, я делаю эти упражнения. Я делаю... Возможно, сразу не так просто выговорить, действительно, слово сложное. Exercise. Exercise. Но много расскажете, потренируетесь, и все станет на свои места. Итак, дальше по-другому мы скажем фразу еще одну. Мне нравятся эти упражнения. Мне нравятся. Это будет... I like эти упражнения. These exercises. I like these exercises. Можно еще усилить. Помните, с помощью какого слова мы усиливаем? С помощью слова действительно или реально. То есть, мне реально нравятся эти упражнения. Мне реально. Это будет... I really... Нравятся. Like. Эти упражнения. These exercises. I really like these exercises. Итак. I see this student. I see these students. I see my teacher. I understand my teacher. I know this book. I know these books. I read books. I read English books. I read every day. I understand these lessons. I like these exercises. I do these exercises. These exercises. I like these exercises. I really like these exercises. И вот видите, если мы с вами посмотрим слово teache, то мы произносим эти окончания как просто a. Получается teache. Teache. Это нужно запомнить. Teache. Teache. Потому что многие говорят teacher, но на самом деле это teache. Просто teache. I see my teacher. See my teacher. Далее, друзья мои. Значит, скажем. Мне действительно нравятся эти уроки. У меня действительно нравятся. Мне действительно. I really нравится, like, эти уроки, эти, these, уроки, lessons. I really like these lessons. Мне действительно нравятся эти упражнения. Это сами говорили, помните. I really like these exercises. Ну, такая небольшая проверка. Вот на самом деле, вообще в идеале, чего нужно добиться. Вот я говорю на русском языке. Да, мне действительно нравятся эти упражнения. И в идеале, вот путем многократного прослушивания уроков, то есть один урок, значит, много раз, вы добиваясь там процента 90 и выше, далее другие уроки, вот погружаясь в эту среду. И в идеале у вас уже, когда я говорю на русский, вы истинный хрон, но уже в уме автоматом переводите. Вот как раз вот, когда мы, как раз я говорил, то есть мне действительно нравятся эти упражнения. То есть, я говорю, мне действительно, у вас в голове же должно быть сразу. I really нравится, like, эти упражнения, these exercises. Ну, конечно, не все сразу. То есть, поначалу, конечно, нужно даже ставить паузы. Когда мы проходим практику или во время урока, это нормально, но я просто говорю, к чему нужно стремиться. Что путем многократного повторения и на различных комбинациях предложений нужно добиться потом, чтобы синхронно уже могли переводить. Вот так к этому нужно стремиться. И также потом слушая фоном. Итак, ну давайте, скажем, использовать какие-то новые конструкции слова. Ведь наша цель также внедрять новые слова. Я хочу больше упражнений. Я хочу. Это будет. I want больше. More. More. Это как читается долгое О. More. I want more. Упражнений. Exercises. I want more exercises. Ну, здесь я уже не подчеркиваю, это уже на автомате, вы уже должны сами, значит, запомнить, что это как из exercises. I want more exercises. Я хочу больше практики. Я хочу. И действительно, видите, уже вы можете переводить свои мысли. Например, вы почувствовали, что вам нужно больше упражнений. Вы можете прерассказать или подумать в течение дня, используя вот эти предложения. Можете написать что-то в комментариях, используя эти предложения. Пожалуйста, вот готовые предложения. Просто проблема в чем? Вот если просто знать слова, неправильно будет ни конструкции, ни, соответственно, выражения. Потому что так говорят с ошибками. Нужно именно как носители языка говорят, что мы учимся. Нужно как раз разбирать готовые структуры, готовые фразы, которые выражения, что мы делаем. Пожалуйста, вот используйте готовые фразы, выражения. Можете просто многократно повторять в течение дня или писать в комментариях. Пожалуйста, вот, все, что нужно. Далее сложность будет, конечно, повышаться шаг за шагом. Далее скажем, я знаю, да просто будет, как мы говорили. Если просто это, мы говорили по умолчанию, используем it. Я знаю это очень хорошо. Я знаю это очень хорошо. Но, друзья мои, давайте с вами научимся, значит, как были заявки, строить более сложные предложения. Например, перейдем в такое предложение. Я вижу, ты знаешь это. Так, переводим первую часть. Я вижу, ты, ты будет you, знаешь, know, это it. И обратите внимание, вот в этих конструкциях никакие запятые здесь не нужны. I see, you know, it. Далее по аналогии скажем. Я вижу, ты понимаешь это. Я вижу, I see, ты, you, понимаешь, understand, это it. I see, you understand it. Видите, казалось бы, уже буквально несколько уроков всего прошло, а вы уже можете сами осознанно строить уже более сложные предложения. Просто отлично, замечательно. Дайте еще, скажем, вот такие предложения. Мне нравится эта вещь. Мне нравится. I like. Это. This. В английском языке я очень часто использую слово вещь. Это будет слово thin. Thin. И запомните, здесь вот не читается на конце, то есть не thing, не thing. Гэмы не произносят, а просто thin. I like this thin. Есть и множественное число. Это будет вещи. Это будет thin's. 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 Скажем, мне нравятся эти вещи. Мне нравятся. I like эти, these, вещи, things. I like these, things. Далее скажем. Я понимаю эту вещь. Я понимаю. I understand эту вещь, this, thing. I understand this, thing. Я понимаю эти вещи. I understand these, вещи, things. I understand these, things. Ну, может быть, не очень понятно, как точно произносить какие-то либо слова. Это все бывает. Но в любом случае, вы, когда будете много раз встречать те или иные слова, в рамках нашего плейлиста, вы будете их запоминать и все четче-четче слушать. И здесь, честно, еще вопрос практики. И произношение, практика, все это со временем нарабатывать, так что не волнуйтесь. Самое главное, что вы понимаете грамматически, как построить, со слуха вы понимаете, тоже можете произнести. А уже вот именно до совершенства это все со временем тоже доводится. Не переживайте. Итак, I really like these lessons. I want more exercises. Exercises. I want more practice. I want more lessons. I know. I know. I know it. I know it very well. I see you know it. I see you understand it. I like this thing. I like these things. I understand this thing. I understand these things. Я знаю эту вещь. Я знаю. I know. Эту вещь. This thing. I know this thing. Я знаю эти вещи. Я знаю. Я знаю эти вещи. Я знаю эти вещи. Я знаю эти вещи. Далее патрируем составлять более сложное предложение. Я знаю ты хочешь. Это. Я знаю. Я знаю ты действительно хочешь это. Я знаю. Также начинаем. по аналогии I know ты, you, действительно, really, хочешь, want, это, it. I know you really want it. Я знаю. Ты понимаешь это. Я знаю. Ты понимаешь, you, понимаешь, understand, это, it. I know you understand it. Я знаю ты понимаешь меня. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Ты понимаешь. You, understand, меня. Меня. Это будет me. I know you understand me. Я вижу, ты понимаешь меня. Я вижу. I see Ты понимаешь меня You Understand me I see you understand me Я думаю Я понимаю тебя Я думаю Это будет Я это I Думать, think Получается I think Тоже очень часто используется Я думаю I think Я понимаю I understand Тебя You I think I understand you Я думаю Я понимаю это Я думаю I think Я понимаю I understand Это 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 Я думаю Я думаю Ты знаешь это Я думаю Я думаю Ты 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 Знаешь 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 Это It I think You know It Я думаю Ты понимаешь меня Я думаю Я думаю Ты Понимаешь Я думаю Я думаю Ты говоришь по-английски Очень хорошо Я думаю Я думаю Я думаю Я думаю Ты Говоришь по-английски Вспоминаем фразу Говорить по-английски You speak English Очень хорошо Very well А вот давайте Перейдем в следующую фразу Другую фразу Я думаю Ты Очень хорошо Говоришь по-английски Видите Я думаю Ты Очень хорошо Но мы с вами знаем Что Very well Ставится на конце Поэтому сказали бы Также I think You speak English Very well Друзья мои Это в первую очередь Относится к вам Друзья мои Действительно I think You speak English Very well Вы проделываете упражнение У вас Получается Потом Действительно Я могу сказать You speak English Вы говорите по-английски I think You speak English Very well Действительно Друзья мои Огромные трудолюбцы Это просто прекрасно Самое главное Мне кажется Это позитивный настрой Позитивная атмосфера Когда вы реально Видите результат I think You speak English Very well I know This Thing I know These Things I know You want It I know You really Want It I know You understand It I know You understand Me I see You understand Me I think I understand You I think I understand It I think You know It I think You understand Me I think You speak English Very well Далее Также очень полезные фразы и конструкции предложения Так Скажем Значит Вспоминаем Во-первых Как будет Упражнение Помните Мы с вами Разбирали Упражнение Сейчас слово Exercises Мы с вами Если посмотрим Делали Видите Что мне нравится Эти упражнения I like Действительно I really like These exercises Делать упражнения Это глагол Do Давайте скажем Вот не просто так А вот Действительно Посложнее Сейчас скажи Немножко Я делаю Эти упражнения Каждый день Так Действительно Очень полезно Я делаю Эти упражнения I do Делаю Эти упражнения These exercises Каждый день Every Day I do These exercises Every day Я делаю Эти упражнения Очень хорошо Я делаю I do Эти упражнения These exercises Очень хорошо Very well I do these exercises Very well Далее скажем Эти вещи Помогают мне Эти These Вещи Things Подлежащие Дадут глагол Помогают Help 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 Это помощь И help Также глагол Помогать These things Help Мне Me These things Help me Эти вещи Реально Помогают Мне Эти вещи These things Реально Really Помогают Help Help Мне Me These things Really Help Me Эти уроки Помогают Мне Эти уроки Реально Реально Помогают Мне Эти уроки These lessons Реально Really Помогают Мне Help Me These lessons Really Help Мне Давайте еще посложнее скажем предложение Я знаю Эти уроки Реально Помогают Мне Я знаю Эти уроки These lessons Реально Really Помогают Мне Help Me I know These lessons Really Help Me Видите, уже такие большие предложения мы сами строим Вполне осознанно Просто прекрасно Итак Look, I do these exercises every day I do these exercises very well These things help me These things really help me These lessons help me These lessons really help me I know These lessons really help me Например, я знаю Я знаю Эти вещи реально помогают мне Я знаю I know Эти These Вещи Things Реально помогают мне Really Помогают Help Мне Me I know These things Really help me Друзья мои Отлично Просто отлично Мы с вами двигаемся Далее По нашему Плэлисту Обязательно Еще раз повторите Значит Более лучше Возможно Подготовьтесь К самостоятельной работе У нас с вами Опять же Запланирована То есть Теория совмещенная Практика Потом Только практика И так далее Плюс Промежуточные Конечно Контрольные Работы Как же без них Друзья мои Обязательно Все повторите Вот где мы с вами Делали акценты Вот Выписывайте Может какие-то новые вещи Делайте конспект Друзья мои Желаю вам всего Самого хорошего Действительно Вы просто огромные Трудолюбцы Будем двигаться Далее По нашему Плэлисту И также Отрабатывать И выключать фоном Друзья мои Спасибо вам огромное До новых встреч